Кристина Белян 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящие праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный мышиный король, мудрый дроссель Меер и прекрасный принц в сказочном королевстве. Все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете. Мужские сольные партии исполняют звезды балета Санкт-Петербурга Юрий Миров, Александр Миченко и Андрей Яхнюк. А 5 января в 18 часов на сцене филармонии выступит звезда израильской эстрады, зоксофонист Джей Севен. Концерт романтической саксофонной музыки – золотая коллекция мировых шедевров. Это не джаз, это музыка любви. Русский музыкант из Израиля вынимает душу зрителя, мир захлестнет музыкой любви. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне и общается со зрителями. Концерт музыка любви не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя музыки и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой. 6 января в 17 часов на сцене филармонии Ефим Шифрин. Один из самых популярных артистов российской эстрады представит свою новую программу «Шифринизмы Нью». В нее вошли самые яркие и смешные номера прошедшего сезона. На счету артиста и непревзойденного исполнителя юмористических монологов многочисленные концертные программы, театральные спектакли, книги, кино и даже работа в цирке. Он постоянно удивляет зрителей новыми номерами, неожиданными образами. В репертуаре Шифрина много и вокальных произведений, в том числе романсы Дмитрия Шостаковича на слова Саши Черного. А умение рассмешить любого зрителя в зале – это бесспорно талант. 7 января в 16 часов любителей классической музыки филармония приглашает на рождественский концерт абонемента номер один «Вечера с камерным оркестром». 8 января в 16 часов начнется концерт лауреата международных конкурсов Владислава Косарева и оркестра русских народных инструментов имени Бабанова «Но я вас все-таки люблю». Московский баритон Владислав Косарев – один из самых талантливых и востребованных отечественных певцов. Он возрождает на российской эстраде замечательную традицию исполнения песенных шедевров певцами с сильными, тембрально богатыми голосами и безупречной академической вокальной школой. 18 января фольклорный театр «Кудесы» представит на сцене филармонии спектакль «Рождественская звезда». В основе спектакля лежит вертепное представление, записанное театром «Кудесы» в 80-х годах 20-го столетия в деревне Умшага Шимского района. И к афиши Центра культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». В Новгородском Центре современного искусства открылась декабрьская выставочная волна. На суд зрителей представлены работы трех выставок. Областной фотофестиваль «Акаем» вновь собрал десятки фотографов, желающих показать свои работы. Это и известные в Великом Новгороде фотохудожники Александр Кочевник, Марк Назаров, Борис Дацковский, Александр Орлов, Николай Шумилкин, Андрей Коткин, Владимир Щелканов и другие пока менее известные, но все время принимающие участие в фестивале и получающие призы. В экспозиции, как и всегда, будут показаны работы большой группы фотохудожников из Боровичей, из фотоклуба под руководством Константина Яковлева. В конце работы выставки будет издан каталог-буклет, а в голосовании за лучшую работу, как и всегда, смогут принять участие зрители. Организатор фото-выставки «Крым сегодня» – региональная общественная организация «Лицом к лицу», содействия диалогу религий и культур. Генеральный спонсор – фонд «Возрождение традиций» – еврейский национальный фонд. На выставке представлены работы московских фотографов и фотографов из городов Крыма, и это виды природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. Выставка «Монохромный Петербург» о таком разном Петербурге – город-контраст, за парадно-фасадом сверкающих домов которого прячутся неожиданные граффити, уличные шедевры темных питерских подворотен, город-декорация, город-мистик, город-призрак. Самый фотогеничный и уж наверняка самый фотографируемый город России объединил своих поклонников из разных городов в интернет-сообществе «Тысяча одно фото Петербурга». Многие из авторов – непрофессиональные фотографы, но их объединяет любовь к фотографии и серьезный подход к своему увлечению. И уже в новом году, 4 января, «Диалог» приглашает на концерт от духового ансамбля «Олимпик Брат». Ансамбль объединил музыкантов, представляющих классические и джазовые школы. Основой творчества коллектива является музыка отечественного и зарубежного кино в авторских аранжировках Трубача Александра Голикова. Это направление включает разнообразные жанры – классическая музыка, классический джаз и джаз 30-х годов, латинские мелодии, медленные бусановы и джазовые баллады, современный джаз и классический блюз, зажигательные балканские композиции и клетмер, модный панк, а также хиты мировой эстрады. А 5 января в 17 часов со стены «Диалога» прозвучат лучшие казачьи песни в исполнении ансамбля «Сакма». Основатели и участники «Сакмы» – казаки и профессиональные музыканты. Яркие, дружные и талантливые. Они стремительны, как песня, и яркие, как жизнь. Их музыка пахнет ветром, степью, скошенной травой и солнцем. Она умеет проникать в душу и оставаться в сердце навсегда. Каждая песня льется теплым дождем и пробирается сквозь потаенные уголки души. Она звенит, плачет, влюбляет, веселит, манит за собой и улетает на свободу, чтобы жить. Дорогие детишки и их родители, вы верите в чудеса и волшебство? Или вы еще не знаете, что это такое? Музыкальный театрик «Министрель» ждет вас в рождественский сочельник 6 января в 12 часов на самой настоящей волшебной сказке, где вы узнаете, кто такой Щелкунчик, отправитесь в чудесную страну Конфетербург и побываете на волшебном балу. Поможет нам попасть в сказку чудесная музыка Петра Ильича Чайковского и настоящие живые музыкальные инструменты – скрипка, флейта и волончель. 13 января в 13 часов интеллектуальный клуб «Скворечня» приглашает на лекцию искусствоведа Сергея Пухачева из серии «История русского искусства. Аэропорт Дягилев». 14 января в 16 часов в музыкальной гостиной начнется программа «Печалью снова песни перевита» средневековой министрели. Ведущая – музыковед Татьяна Берфорд. Среди посетителей снова будет разыгран приз. 21 января в 17 часов старорусская пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов «Юни Скворку» приглашает на вечер фортепианной музыки. В программе прозвучат произведения Чайковского, Оренского и Рахманинова. Это все, о чем успеваю рассказать вам сегодня. Отдыхайте содержательно, а повод в эти свет всегда найдется. До встречи в новом году. С праздником!